В ближайшую субботу в Алтайском районе уже в третий раз пройдет гастрономический фестиваль Ахфест. И сегодня у нас в гостях его организатор Константин Михеев и представитель Сибирской гильдии поваров в Алтайском крае и Горном Алтае Дмитрий Михайлов. Чем планирует удивлять гостей? Сейчас нам с вами и расскажут. Здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. В третий раз проходит фестиваль, он уже завоевал популярность, но сначала я хотела спросить, почему такое название Ахфест? Ну, замечательное название, классное, мне кажется. Ну, место, где проводится фестиваль, называется Алтайская холмогорье. То есть мы посмотрели вокруг, понимаем, что до гор мы не дотягиваем, все-таки мы предгорье, поэтому холмогорье само по себе родится. Ну, а Алтайская, потому что в селе Алтайское. Поэтому найти нас очень просто. Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское, Алтайское холмогорье. И первые буквы как раз вот... Алтайское Ахфест. Ну, классное название, мне кажется. Популярность уже завоевал фестиваль, вот как вам кажется? Раз в третий раз-то его решили проводить. Ну, вы знаете, людей едет все больше и расширяется специфика самого фестиваля, расширяются возможности, гастрономия, все больше интересных людей подключаются к этому проекту. Поэтому, ну, мы думаем, да, он имеет широкие перспективы для жизни. Вот первый год сколько, например, приехало и сколько во второй? Намного больше гостей было. Первый год был вообще пробный, такая проба пера. Это мои друзья меня уговорили. И, ну, я посмотрел просто, ну да, получилось интересно. Не то, конечно, что хотелось, ну... А почему не то? Как всякое ремесло, это же надо уметь все делать, организовывать. То есть, опыта такого не было. То есть, понимаете, инженер-электрофизик начинает заниматься кухней, потом организацией фестивалей, ну, в общем, вот. А сейчас это уже, ну, поставлено на поток, приноровились. Уже сложилась команда людей, которые в этом участвуют. Я им за это благодарен. Очень много там именно энтузиазм того, что мы делаем. Вот это развитие алтайской кухни, алтайской гастрономии. Ну, вот, кстати, об этом. В последнее время гастрономический туризм на Алтае быстрыми темпами развивается. По крайней мере, многие этот факт констатируют. Вы с этим согласны? И почему такой туризм набирает обороты? Ну, вы знаете, люди не перестанут есть и болеть. Поэтому аптеки и еда всегда будут в тренде. Вот. У нас на Алтае очень богатые ресурсы. Вот. Конечно же, известный мед, конечно же, наш морал. И травы, травы. Вот то, что мы можем брать и удивлять всех. Богатство наших трав, оно известно по всему миру. Мы в своем творчестве как раз хотим свойства трав применить в гастрономии и расширить. То есть полезная еда. Точно, ПП. Угу. У вас хотелось спросить, почему гастрономический туризм становится популярным не только там, я не знаю, люди едут в Италию, чтобы покушать, да, пиццу, или куда-то в Японию, чтобы их еду попробовать, но и к нам на Алтай. И вообще достаточно ли люди знают, что такое алтайская, традиционная алтайская кухня? Алтайская кухня и вообще сибирская кухня, назовем так, потому что если глубоко в Алтай углубиться, там немножко узкоспециализированная кухня, и мне кажется, народ не готов. Но хотя для этого едут сюда, даже сибирская кухня, она очень разносторонняя, потому что мы, допустим, на протяжении определенного количества времени забыли, как наши прапрадедушки использовали то богатство, которое у нас есть. Там это лопух, крапива, даже, как он, папоротник, он в основном уходит на экспорт, чем у нас здесь. Хотя оно отдаленно напоминает и грибы, и все остальное, и очень по своей гастрономии полезный продукт. И у нас 20, наверное, процентов едут сюда за лечение, по большому счету, то, что используются те или иные продукты. И само по себе локальность, допустим, тех продуктов, которые используются, это не импорт, ничего остального, а тех коров. То есть у бабушки, которые выращенные на настоящем сеном и всем остальным, вкус детства назовем так. Все же помнят тот куриный суп с курочкой, который, ну, тот именно вкус и запах. Да, такой не очень жирный. Тот самый. Да, но его все знают. Кому чуть больше 30 лет, они все знают. К сожалению, если приготовив его в магазине купить, ты никогда этого не сделаешь. А вот эти травы, вот вы говорите, там, лопух, что еще, папоротник, но их же невозможно вот так просто где-то сорвать и кушать. Ну, почему невозможно? Возможно. Ну, они будут вот чистыми, и никто не отравится. Нет. А, вы знаете... Или где-то их собирать в определенном месте все равно нужно. Вы знаете, ну, мы находимся реально в предгорьях, и, ну, у нас там потрясающее то, что экология ничем не испорчена. А вы это все там как раз собираете для своего фестиваля, то, чем будете? Мы, во-первых, собираем это все там, мы еще и выращиваем. Все-таки у нас, ну, считается, один из лучших дендрариев за Уралом. Мы занимаемся интродукцией растений, мы умеем выращивать и обращаться с растениями. Мы знаем их свойства, и, собственно говоря, с этого началось все. То есть мы понимаем, что взять и положить в еду для того, чтобы эта еда была не просто вкусна, но она еще и была полезна. Вот в этом идея. У нас сейчас на Алтае, ну, вот продолжим, про гастрономический туризм, каких только праздников нет. Есть даже день огурца, по-моему, где-то проходит. Все-таки главная фишка именно вашего фестиваля в чем? Главное, вот смотрите, мы выращиваем травы, мы их перерабатываем. Мы получаем растительные экстракты. И мы хотим использовать в еде, в гастрономии, в кулинарии вот то богатство, которое мы получаем. Потому что, ну, люди не понимают, что, например, из лопуха можно готовить великолепные вещи. Там наши коллеги делали... Ну, наши коллеги делали что, трюфели, да, с шоколадом? Трюфели, лопуха. Саусак мясу. Саусак мясу потрясающе. Я когда первый раз попробовал, я так все это прям вылезал, прям съел. Вот. Варили в прошлом году диско суп этот с лопухом. То есть 170 литров супа разлетелось за полчаса. А кроме лопуха там что еще? Ну, основные ингредиенты. Ну, там, карпошка. А, ну, то есть просто лопух придает особый какой-то специфический вкус. Лопух, собранный в определенное время, обладает свойствами детоксикации. То есть ты съел тарелку супа и фактически... Выздоровел. А, стал здоровее. А, стал здоровее, поняла. Главное, то есть все-таки еда. Что это будет за еда, что гости в этом году могут попробовать такого, чего они никогда не пробовали? Не знаю, кто из вас. Ну, наверное, Дмитрию, потому что он представляет нашу площадку. Давайте, Дмитрий, расскажите. Ну, это даже будет... Это же будет несколько площадок с разной едой всевозможной. Там порядка десяти площадок будет. Десять площадок, и везде разная еда, или как? Да, там будет суп с крапивы, который будет готовить Вася и Емельянин. Он, по-моему, в прошлом году приезжал, да? Вася в прошлом году приезжал, но мы его в этом году пригласили, он нам очень нравится. Ну, надеюсь, мы ему тоже. Будет приготовлено плов с использованием тоже экстрактов, будут приготовлены бургеры, но тоже с локальной... Вроде бы как бы и наша еда, но с добавлением, да? Обычная еда, мясо, значит, там картошка, но все используют с травами. Все полностью, даже миксы будут. Непривычные нам листы салата, будет крапива свежая, да? Будет, то есть, вот такое, это будет очень интересно гастрономическое, как бы, даже мясо будет замариновано в экстрактах тоже. А чем вы лично будете, Дмитрий, удивлять? У вас есть какая-то задумка? Ну, у меня больше, наверное, организовать и все поэтапно боксы организовать, чтобы, ну, запустить, так сказать, циклы работы. А самое любимое ваше блюдо вот с добавлением вот этих наших алтайских трав какое? Ну, наверное, это соус к мясу с лопухом, потому что ты, если накануне где-то отдыхал, да, и наутро у тебя головная боль... Не совсем здоровая. Да, не совсем здоровая, а то ты съел... То есть, не огуречный здесь рассол может помочь, да? Нет, а просто соус съел, как бы, кусок мяса и через полчаса выздоровел. Знаете, по поводу огуречного рассола, то есть, мы его не отвергаем абсолютно. И есть у нас там такой, назовем это, опохмелятор. Это когда микс, значит, рассола, соуса с лопухом, это все. Это, на самом деле, очень вкусно. Вот. У нас очень интересные кондитеры приезжают, ребята из Новосибирска. Да, что вот такого вкусного? Десерты какие будут? Например, мы на празднике Алтайская зимовка, да, вот в этом году представляли напиток Алтайской холмогории, так он называется. Это взвар на основе соков аронии, там, корней трав солянки, там, ну, многокомпонент системы, много специй. Вот. И представляет десерт, который назывался «Снежная чага». Ну, многие наших гостей его помнят. То есть, это десерт на основе гриба чага, который… Знаю, полезный очень. В экологии используется даже. В экологии, там, детоксикация, вот. Ну, никому до этого, наверное, в голову не приходилось. А что это похоже, простите, в этот десерт? Знаете, реально это очень вкусно. Вот. А писать, ну, знаете, когда по чему-нибудь у вас спросили, вы ели, Аня Акландо сказал, да, ел. На что похоже? На мясо топиро. Ну, понятно. Вот из этого. Я предлагаю вам просто приехать попробовать, потому что там будет сет десертов, и будет различное шоу показанное, вот, и мы будем угощать, рассказывать, показывать. Что-то будет отдельное для детей, для взрослых? Как-то подразделяете? Ну, мы не будем детей отгонять от взрослых. Отдельно какая-то площадка для детей будет? Будет детская площадка, будет для детей театр, будет шоу, там, я думаю, что Азон, будет шоу, там, и мастер-класс «Улитка спасет мир», когда дети будут заниматься, там, кулинарией. И почему «Улитка» это? Потому что даже… То есть дети могут тоже принять участие? Безусловно, да, конечно. Дети будут все это делать своими ручками, там, потом это все печь, есть это все. А взрослые тоже мастер-классы какие-то будут, что взрослые могут… Вы знаете, каждая площадка будет показывать, жарить, рассказывать, готовить это все. Это будет просто вот, ну, нон-стоп в интерактиве, то есть любой человек может подойти, посмотреть, как это все делается. Ну, вот многие издания пишут, что фестиваль международный, он и раньше был международный или нет, я не знаю, это что означает, что гости из каких-то других стран еще к нам приедут? Там, не знаю, повара, может быть, нет? В этом году поваров из других стран нам не приедет, будут гости из других стран, конечно, традиционные наши друзья, там, казахи, будут монголы, будут… Ближние зарубежья, скажем так. Ближние зарубежья, да. Да, но вообще в перспективе это, конечно же, мы уже сейчас начинаем сотрудничать с поварами и не только в Российской Федерации, но и из других стран, предлагая им вот использовать в своей кухне вот то, что мы делаем и то, что мы учимся. Ну, то есть алтайские тоже травы какие-то всевозможные. Безусловно, да. Это популяризация именно и Алтая через гастрономию, и нашу территорию. Ну, вы уже сказали немножко про какие-то другие площадки, да, ведь не только едой единой можно у нас народ привлечь. Что еще будет? Будет хорошая музыка. Едут группы, в основном это ребята из Новосибирска. Наши ребята будут выступать, это Рунара, Стритфилдес, забываешь, как еще, ребята. Нет, ну, достаточно большая будет программа, она будет, открытие будет официальное в час, но с 11 часов уже нон-стопом начинается веселье. Конечно, повара готовят, люди в этом во всем участвуют. Будет тайцзи цюань, будут танцы, ирландские, русские, фольклорные. Два дня это все будет проходить, да? Да, это будет проходить два дня. Конечно же, основной такой гала – это суббота, то есть там будет больше участников. Ну, это теплый день, в воскресенье уже опять дождь. В воскресенье многим нам нужно на работу, поэтому кто у нас останется, тот останется, мы будем всем рады, нам все равно будет чем их порадовать. Я поняла. А что-то еще о блюдах, может быть, чем мы еще можем привлечь людей, что такого интересного будет? Да будет интересно все, там даже те же самые шашлыки, даже тот же самый шулем, это наваристый суп, будет рассказано, как это варится, какие ингредиенты туда добавляются. Когда ты даешь попробовать, да, и человек пробует, у него раскрывается определенный вкус, а ведь у человека всего четыре рецептора, которые он может пользоваться. А ты как ни крути, если используя все четыре определенные гаммы, то получается вкус умами. То есть, ну, это восхищение мозгу приходит. Когда ты человеку рассказываешь, и он пробует, и именно то впечатление, скорее всего, кулинарии, которое он унесет с собою домой, помимо той красоты, которая там находится, а там, поверьте мне, очень красиво. И все вместе, когда он уезжает домой, тот же самый вкус умами получается. То есть, визуализация красива, ты пробуешь тоже красиво, и уезжаешь, у тебя положительные впечатления. Плюс та команда, которая будет, она сама по себе очень положительная. И когда куча положительных эмоций, ты увозишь. Самое главное в отдыхе, это что? Да, согласна. Это положительные эмоции. Согласна. А вот дома они что-то потом смогут приготовить, вот у вас посмотреть? Или это нереально в домашних условиях? Да вы знаете, все реально, на самом деле. Мы же не волшебники какие-то. Все очень просто. Я первый раз китель одел, получается, в прошлом году, уже в 18-м. Ну, китель это вот... Да, поварской китель. Ну, никто же не знает, может быть, не всем. Ну, я не считал себя в праве носить эту одежду, потому что я не повар. Так, когда я сам сделал вот этот десерт своими ручками, да, вот, я такой, а, оттуда растут. Вот, и тогда, то есть я на представлении одел китель. То, что мы делаем, это достаточно просто. Тут нет никаких секретов, и мы этому будем учить. То есть, в принципе, можно еще и приехать домой с какими-то определенными навыками, и потом удивить своих там каких-то друзей или близких. Безусловно. Вот Дмитрий, например, придумал у нас пихтовое мороженое недавно. Вообще. В Омске. На гастролях в Омске, то есть из нашего концентрата он там делал мороженое. То есть я в голове прокрутил сочетание, сделал по старинному рецепту французского мороженое и приготовил. Восторг был ошеломляющий. И тем самым они у себя там в ресторанах вводят пихтовое мороженое. Ну, такое, правда, но нет уже нигде. Ну, очень, да. Я бы хотела попробовать это, наверное, очень такой своеобразный вкус у пихтового мороженого. Ну, понятно, я поняла. Давайте еще раз пригласим. Пусть приезжают, попробуют и посмотрят своими глазами. Будем рады всех видеть 29-30 июня на площадке Алтайской Холмогории. Фестиваль Ахфест ждет вас. Спасибо вам большое. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Константином Михеевым, организатором фестиваля Ахфест, и Дмитрием Михайловым, представителем Сибирской гильдии поваров в Алтайском крае и Горном Алтае. Продолжение следует...